ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пришли в гости. Вот, собственно говоря. Здрасте. Люди тренируются, а мы смотрим. Вот так. Такая прикольная здесь. Вот эта штука мне еще очень нравится. На ней вообще 2 минуты и все. Можно слезать сразу. Мой любимый тренажер еще один. Супер вещь. Минута-две всего. Не знаю, я пожму руку тому, кто... На нем, не знаю, пройдет долго и много. На нем вообще... Вот все время в положении стоя и шагаешь наверх. Еще видишь, что за ручки держишься. Короче, пиздец. Да. Вот. Витя меня все на экскурсии водит. Витя, скажи привет. Привет, привет. Водит меня на экскурсии, чтобы просвещает. Говорит, давай уже, хватит сидеть в фитнес-клубах и выползать. Опять прекрасный вид из окна. Дай бог вам всем как... Не в стену. Не в стену. А что это? Ну, а пошли. Ну, и в жопу. А вы москвозь сит. А тут москвозь сит с другой стороны. Короче, это. Ну, не знаю, мне кажется, это здорово, когда такой вид из окна у тебя. Ты бежишь с утра. Вот. Кровообращение нарушается? А чем оно нарушается, кровообращение? Мы о каком онемении-то говорим? Когда руки отнимаются, что ли? Ребята, замечаются. Есть разница между онемением, когда ты руку отлежал, и когда у тебя на кардио жопа забилась. Это вообще, по-моему, две разные вещи. Если забивается, если не имеет так, как руки, то, знаешь, какие-то проблемы в поясничном отделе присутствуют. И что-то там не так. А вообще-то рука онемела, затекла, это одно. А онемела жопа от нагрузки, это совсем другое. Она не имеет от того, что, блядь, и кислорода не хватает. В каком режиме вы работаете? Вот и все. Когда вы разгибаете, например, делаете сидя, разгибание, там, ног, у вас ноги-то тоже не имеют, еще и жгутся. Молочная кислота обжигает нервное окончание, и поэтому, и тоже не имеет, и вы ничего не можете делать. Это то же самое примерно. Поэтому, не знаю, какие-то вопросы у вас, какой-то такой странный, мне кажется, очевидно, что это ничего. Кривенькая такая. Кривенькая такая, пиздец. Ну ладно, старается. Ну не, не. Ну не, ничего, видишь, таз, тазом работает. А мне хера, у меня коленки. Поэтому. Для коленки, для того, чтобы ты, ну, делай больше, это больше заболеваний. Да, да. Ну, чувствительность, такое может тоже быть. Проводимость, впрочем. Такое вполне, такое вполне реально. И, не знаю, можно делать любое упражнение. И, может, мало того, что ее жгет, она еще и немеет. Потому что ей не хватает кислорода. Вот. То есть, в каком режиме уже работаете. Она немеет, когда кислорода дофига, вон, в аэробном режиме. Когда делаешь какое-то там упражнение. Ну нет, и бывает такое. То есть, чувствительность снижается. Такое, может быть, с рецепторами там. Всяком, яком. Вот, побоксировала бы, но не могу. Сразу. И видишь, он говорит, как таз заворачивает. У меня колено просто. Оно люфтует. И все. И все. Ну, не, может, я на месте могу сделать это? Вот, женщины тренируются. Я что? Да, я что? Да, я что? Да, я что? Почему мы пришли детей? Штанишки. Я что? Я что? Установка тут такая ядерная. Вот, купил домой, тренируется. Моста чего-то тут нет. Поезд. Капец, да? Что тут? Со всех сторон. И штанг. Многофункциональный рамок поезд. Еще многофункциональный рамок. Классная штука. Классная рамка, нет. Вот, такую штуку купил себе и все. Рама. Я поняла, поняла. Выбегать. Бля, слушай, классная тема. Только здесь пол такой, блин. Нет, нет. Ну, я поняла. Ну-ка, сделай. Раз. Ну, какая классная. Еще два. Пойдем сюда вперед. Есть. Вообще охренеть. Так, все младер. Витя, а что это вот это на верху за эти? А это влазерская пакет. Пальчик. Напарился? Как называется девушка? Влазерская пакет. Все. Специально для этого сделала. Ля, как туда зацепиться? Ребята, вы видите, какая штука? Как здорово вообще. Нет, я вот тащусь от всех этих вещей, от все, что связано со спортом, все эти прибамбасы, мне они нравятся. Ну, у каждого свое. А он тяжелый, да? Ну, там можешь из ворота ходить. Такая функциональная такая штука. Можно же уже пресс качать. Леша, ложишься и... Нет, я видела вот такие рамы здоровые. Но вот такую, чуть-чуть как-то первый раз. Ну, хостят, это самый большой хост. Настолько... Больше хостя нету. Это самый наполненный, да? Больше чем возьмите, да, он сам наполненный. Очень круто, конечно. Вот небо такое. И эскалатор. Все счастье. И висит вот упражняйся. Господи. Кому чего? Два ринга. Клево, короче, все. Да, вообще... Да тут всякие предплечья и хваты, и там, чего только нету. Всякий... Сухоскор. Ну, тогда... Петли подвесные, и крючки, и резина. Резина всякая, якая. Резина всякая мелочевка. Резина всякая. Резина всякая. Ну, только эта. Шаги есть. У меня три. Да, помните про... С таким амортизатором упражнение я делала? Ну, не с таким, а... Ну-ка, повиси. Отстань. Все, ладно, я понимаю. Да, короче, здорово. Геометрика. Можно поднять на... Да, да, да. Да, вообще, супер вещь. Канада тут... Ну, понятно, тут еще всякая мелочевка, все это забито. Прям, ну так, довольно-таки много всего. Борцовский. Да, да, да. Да. То есть, она двигается, эта хрень, да? Я прямо... Сейчас, Витя, покажем. Ну, я держи. Да. То есть, можно... А ты знаешь, да, приседашки-то? Ребят, кто делает приседашки? На, поснимай. Сиди, приски. Держи. Давай. Кто делает приседашки? Там все плачут от зависти. Держи. Держи. Отсутствует лосевая нагрузка. Ее нет. То есть, у кого проблемы, кому противопоказана лосевая нагрузка. Вот так. Ну, мы делаем в зале, но по-другому мы гриф куда-нибудь упираем. И... Либо делаем это с этой грифом. Ну, а здесь не упирать не надо. Здесь специальный шарлир есть. Куда нужно убереться. Все плачут из кольца. Чего, его наверх поднимать как? Классная. Здесь прям сразу. Ну, не знаю. Мы извращаемся. Либо гриф куда-то упираем, либо... А здесь прям сразу сделаем удобная штука. Вот женщина стоит в планке на кулачках. А, это пресс. Просто вот ту часть не видно. Я только это увидела и все. Короче, чтобы подкачаться. Для бокса достаточно. Для бокса? Да, слышу, здесь можно прийти. Здесь спину какую-нибудь руки точно можно сделать. Да нет. Ну, в принципе, можно прийти. Ноги здесь можно сделать. В принципе, да, все можно сделать. При желании. Все, боксеров сразу вижу по лицам. Слушай, я боксеров по лицам сразу вижу. Боксеров по лицам видно. Вообще по ум. Пробитые такие ребятки слегка. Боксеры преследуют меня по жизни. Начиная с батей моего, заканчивая мужем. Витек, он тоже боксер. Все боксеры. Как она? Ну, что ты, не, не боксер. Не было никогда. Он вообще тут был. Боксировал. А здесь вот он был, да? Мэйвейзер был, да? Вот это кто? Вот это кто? Нет, здесь, ну, кто-то, здесь. Мэйвейзер, что ли, не правильно? Люди меняют. Слушай, ну, старался. Короче, а что это охлаждающая? Что это такое? Кувалды. О, бля, кувалды. Кувалды и шины. Ёбросы-то. Тяжелые кувалды? Они разные, да? Тяжелые. Бля, я боюсь, я развалюсь. А как это она так сломала? Ну, ничего такого. Нет, нет, нет. Сейчас нашли. Я как-то не так снижусь. Не так держусь. Не вижу, куда снимаю. Ну, может, по-разному. Нет, надо как-то правильно сделать. Накидывайся. Вот так, да? А боком как? Я сейчас не знаю. А ну-ка, покажи-ка боком. Я боком хочу сделать. Интересно, что там за тренер такой? Во! Может, с другой руки. Ты ногу доворачивай, как в боксе ногу. Я поняла. С другой стороны не удобно. Короче, у меня стойка с другой стороны. Ну, короче, надо учиться. Ну и Бог. Я сможет, не промажет. Потяжелее. А ну? Ну да, надо. Понятно. Что я абсолютно не умею это делать. Нужно уметь этим. Да, можно натренироваться. Долбить. Укрепить мышцы. Туловище. Ну, такая функциональная нагрузка однозначно. Если потяжелее взять. Что? Все, пойдем. Пойдем мы тренироваться теперь тоже. Пойдем. Фотка, мышка. Сейчас. Все, прощайся вам, друзья мои. Мои друзья. До связи. Мы уходим. Мы уходим в зал тренироваться. Учин. Что Hopefully. Уходим в голову. Учин! Та на långсих связи. Продолжение следует...